Антоний Мячеславович, нестандартное решение мое. Наверное, впервые в истории я отхожу от принципа назначения на эту должность, ну, как принято раньше было говорить, из их круга профессионала. Почему вроде бы со стороны? Я реагирую на запросы работников культуры. Это от многих их пришло пожелание, пожалуйста, назначьте на эту должность человека со стороны. Давайте попробуем, чтобы был человек не нашего круга. Ну, а я подумал, если с председателем располкома работал, то хорошо знаешь, что такое культура. Тебе пришлось этим заниматься большой промежуток времени. Во-вторых, по образованию, по-моему, педагог. Педагог – это человек, который может работать на любой должности. Менеджера туда направить. Он никого не знает, для него все одинаковые. Но он понимает, что культура и деятели культуры – это суперэлита нашего общества. Вот возьмите, к примеру, Янки Купалы, театр «На злобу дня». Все уйдет. Вот мы с вами уйдем из власти, из жизни. А вот эта гадкая страница останется на всю жизнь. Национальный театр. Не знаю, помнишь ли ты совсем молодым был еще, когда, Володя, твой отец работал. Вот он, мы даже обсуждали часто эту проблему. Театр в нужник превратился. И у меня под окном в администрации президента туалет был. И я, как человек спокойный, не националист, интернационалист полный, думаю, ну это же все-таки национальный театр. Это же лицо. И я все сделал, чтобы он превратился вот в эту конфетку, в игрушку. Это как красивая внешне такая вот, знаете, детская игрушка с хорошей внутренней начинкой. Я так мечтал. Я контролировал кадры, чтобы там пришли нормальные, молодежь пришла и прочее, прочее, прочее. Пришел один негодяй. Просился туда, клялся, что будет верный стране и отечеству и президенту. И что случилось? Что случилось с этой труппой? И я к чему говорю? Вот мы уйдем, а этот позор останется в истории белорусского народа, как тяжелое пятно. Это уже никуда не денешь. Как и то, что происходит у нас сегодня там в Минске, слава Богу, только в Минске. Слава Богу, по воскресеньям. Все же думают, что у нас страна перевернулась, глядя в интернет. И даже ближайшие наши соседи, россияне, они думают, что там происходит? Да ничего не происходит. То, что кому-то хотелось бы. Там полякам, литовцам или украинцам, политикам. Поэтому нужен человек-патриот, любящий свою страну. И человек, который наведет там порядок. Это должно быть действительно лицо нации. Если мы это не сделаем, наше поколение, это будет позором и пятном на нашем поколении. Культура должна служить народу. Она должна быть олицетворением нашего государства. Первого в нашей истории суверенного и независимого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова